Приветствую вас, уважаемые зрители, с вами Я ведьмак, мы играем The Last of Us, и в предыдущей серии мы зачистили от приличных размеров здания, книжный магазин очень большого размера, очень, кстати, красивый на мой взгляд, никогда в таком книжном магазине не был, и я закончил серию вот в этом живописном месте, где свисает с фонаря два трупа, а третий лежит в уголке отдыхает, после чего я сохранил игру и вышел, но куда загрузился, мне опять пришлось обшаривать весь этот магазин в поисках вещей, спасибо и на том, что меня не откатили к началу боя. К чему я это говорю? Мне просто кажется странным, система, позволяющая делать сохранение, но при этом, когда вы загружаетесь, все равно откатывает контрольные точки, то есть, ну, блин, мне кажется, либо сохранение, либо контрольная точка, как-то это не совмещается, правда? Либо и то, и другое, но тогда сохранение должно загружаться именно в ту точку, где вы сохранились. Вот, это все наследие тяжелого консольного прошлого. С одной стороны, система контрольных точек, она штука хорошая, потому что не приходится в определенных случаях рвать на попе волосы и кричать, а когда же я последний раз сохранился, черт, 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 придется весь уровень заново проходить. Это хорошо, что игра за вас там сохраняет определенные моменты. Вот, но с другой стороны... До чего надо дойти, чтобы вешать солдат? Люди в отчаянии способны на что угодно. До ручки нужно дойти. Так что, получается, мы тут против повстанцев? Выходит так. Тоже мне повстанцы. Бандитмизм местный. Вот. Ну так вот, современные системы позволяют, на мой взгляд, хранить сейвы, не экономя место на жестком диске, как это было раньше. Вот. Такое вот мое мнение. Я очень надеюсь, что в новом поколении консоли разрешат сохраняться в любой точке. Хотя вряд ли, конечно, но надежда меня не оставляет, понимаешь ли. Посмотрим, куда он ведет. Таки да. Мы сражались в предыдущих сериях с так называемыми охотниками. Людьми, которые вылавливают случайно забрезших людей. Убивают их, обдирают до нитки и все. Забирают. Вот. Они прижали здесь к ногтю местных военных. У тех просто вообще шансов, судя по всему, нет. Они там заперлись в своей зоне. Вот. Но их зажимают со всех сторон. Типа повстанцы даже украли миномет. Соответственно, у кого миномет и кто умеет им пользоваться, того явное преимущество. Так. Что-то мне не нравится это место. Давайте поаккуратнее было выходить. Красивая архитектура. Даже из обычного кирпича можно построить весьма и весьма красивые здания. Но у нас так, к сожалению, не умеют. Лежи, лежи. О, вот ребята. Опять они. Хорош, Валик. Ну, валим отсюда. Валите, валите. Убрали подмосток, да? Ничего. Вроде нас не видели. Так, а зачем вставать в полнорос после этого? Фух. Оригинал просто. Мы приближаемся. Не будем терять время. Пошли. Не, давай немножко потеряем время. Посмотрим, что в округе лежит. Как обычно. Ага, что-то лежит. Какая же она худая. Кто? Ты про кого? Ага. Да, черная ты картинки уже разглядишь. Раньше ведь было много еды. Ну да, но некоторые старались не есть. Почему? Для красоты. Идиотизм. Устами младенца. Ага. Ладно. Устами младенца глаголит разработчики. Поэтому не обольщайтесь. Так. Сделаем ножик. Ножики мне пригодятся. Эм, зачем ты схватил бомбу, Джоэл? Я тебя не просил хватать бомбу. Так что у нас по оружию? Надо бы перезарядить все, что можно. Перезаряжить. Перезаряжить. Здесь, пожалуй, взять лук. Для попытки стелсового прохождения. Ну что ж, давайте дальше двигаться. Савидж Старлайт. Окей. Выдуманные плакаты, выдуманных фильмов. Там вообще плавать, судя по всему, можно. Бульк? Нет, говорит, я не допрыгну. На какую доску? А в это здание можно зайти или, мне кажется? Эй, Джоэл, не глюч, пожалуйста. Ну, по крайней мере, у него есть внутренности, да? Погоди, какую доску? Куда тебя подсадить? Так, давай я пока. Ты че орешь-то? Может, сначала я посмотрю, что здесь творится. Фонарик работает под водой. Замечательно. А, ну да, я же плавал раньше. Так. Опять бутылки. Сплошные бутылки кирпичей, блин. Ах, блин. Ну, в общем. Все полное уже, эти алкоголики не лезут мне. Бутылки с алкоголем. А вот тряпочка не помешает. Похоже, больше здесь... А, нет, смальчик. Так, у нас под водой ничего нет. Жоэл не хочет нырять. Окей. Остается надеяться, что здесь нет зараженных. А, нет, говорит, зараженных. Ни хрена себе тут разрослось. Хорошо, спор нет. А то у нас Жоэл. Брезгует противогаз надевать. Так. Здесь какие-то тряпки. Кто-то, видимо, обитал немножко. Потом все это забросили. Что-то у тебя. Не меняй мой кирпич, пожалуйста. Надо бутылку. Ага-га-га-га. А вот и недостающий лут. Полные карманы сейчас набью. Все, у меня уже, по-моему... Ну, еще не все, но... Неплохо пополняет. Да, еще и ножик нашел. Записка о тайнике. Так, сегодня ночью пойдем брать восточный КПП. Я подготовил тайник с припасами Regal Apartments. В Regal Apartments. Он отмечен красным крестом. Я запомню. Я запомню, дружок. All your base, I belong to us, как говорится. Так, и на кой хрень я сюда вылажу? Дзинь. А что, ты отсюда не допрыгнешь? Да ну нафиг, я б допрыгнул. А он даже не пытался. Нажал прыгать, а он говорит... Не-не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не. Прыгать не буду. Ох, целый подводный мир. Ну-ка, а там что? Мне кажется, или можно в подъезд заплыть. Не-е-е. Не-е-е, это вообще не подъезд. А выглядит как наш подъезд. Так, ладно. А что за Regal Apartments? Где бы их найти? А нам наверх, судя по всему, надо в этот красивый домик зайти. Но для начала Джоэлу нужно... Рыбки плавают. Джоэлу нужно провести Элли. Это что? А? Десять чего-то. Десять шестеренок. Да, ну хватит мне это подсовывать. Я понял, что сделал. Я исследую. Отдышимся. Ещё раз занырнём. На всякий случай. Вдруг я что-то пропустил. Э-э-э, похоже, нет. Здесь вообще всё к фигам заросло. Так. Ну, хватает, что ли? Что там происходит? Залезай. Пойдём через отель. Я ждём. Ну? Чё ты ещё от меня хочешь? Персонального приглашения? Я уже пригласил. Не хочется лазить. Видимо, ей надо. Я не знаю, чё ей надо. Или, может, отпустить надо? Я не знаю. Ну, ладно. Да, я осторожно-осторожно-осторожно. Не бойся. Я осторожно. Окей. Вперёд. А ко мне, видимо, придётся плыть через эту хрень. Клади доску, как они. Ну, я здесь уже. Всё обшарил, всё забрал. Поэтому, мы идём сразу. Готово. Но ты тут так просто не залезешь. В смысле? Всё уже продумано, Элли. Скоро узнаем. Думаю, они где-нибудь здесь, поблизости. Например, вот здесь. Тут всё чисто. Спускайся. Как ты это определил? Жил когда-нибудь в таких местах? Ну, пока всё не накрылось. Джоэл ничего не ответил. Для меня слишком дорого. Ну, в данном случае было бы уместно применение прошлого времени. Было слишком дорого. Ну, ладно. Так. Отлично. Сейф. Интересно, конечно, что они в игру добавили вот такие вот сейфы. Рядом с которыми нужно искать комбинацию. Вообще, хотелось бы в игре увидеть именно больше такого, не знаю, пазл-эксплоринга, что ли. Чтобы нужно было решать какие-то головоломки, связанные с физикой, с окружением. Вот. И поменьше стычек с врагами. Не знаю, мне они как-то не очень нравятся. Возможно, потому что я просто коряво играю. Но тем не менее. Я не знаю, конечно, чем закончится игра. Вот. Но... Мне кажется, эту серию можно, в принципе, продолжать. Давненько я не пил кофе. Это кофемашина. Не разбираюсь просто. Не люблю кофе. Ну, как не люблю. Иногда я, конечно, заказываю себе там... ...стаканчик кофе с собой какого-нибудь Американо. Вбиваю куда-нибудь по дороге, но... Я приверженец чая. Чай — это жизнь. Так, ладно. Крысы. Е-мое, я думал, ты залезешь туда. Там, наверное, делать нечего, да? Ну, и кажется, я видел этот эпизод в каком-то из роликов геймплейных. Выходившись до релиза игры, но... Так, давай залазь. А, ну, собственно... Блин, я идиот. Треугольник — это же у нас брак предмета. А икс — залазить. Так. Здесь можно пройти, да? Так. Короче, ходов целая туча. Давайте сначала... Вот и сиди там. Ага, а я пошел. Забыл просто, что пользуется лестницей — это икс. Но здесь, как видите, лежит немножко добра. Добро побеждает зло. Вот, теперь можно... Может быть, это и есть Рейджиал Апартментс? И где-то здесь есть красный крест, за которым тайник. Надо его найти. Обязательно. Я сейчас ищу место, куда можно было бы поставить лестницу, чтобы добраться до недоступного места. Вроде такого нет. Лифты, естественно, отключены. Тут даже думать нечего. О, как... Опасно! Лестница вообще развалилась. Где-то здесь, похоже, птицы поселились. Поют. Стоп. Записка персоналу. А вот и, собственно, комбинация. Всем сотрудникам отеля служебный код гостевых сейфов изменим. Новый код, бла-бла. Ну вот, мы и нашли комбинацию. Сейчас... Сейчас займёмся... Открытием. Зеркальный пол. Мраморная лестница, что ли? Или покрытие такое просто. Скорее всего, в сейфе, конечно, там 50 шестерёнок и всё. Ну, а, собственно, а что я ещё ожидаю? В игре-то не особенно. Система лута разнообразная. Все предметы сведены к универсальным понятиям. Типа там алкоголь, лезвие, клейкая лента, ну, в смысле, скотч. Где там сейф-то был? Господи. Патриаль! Ну, вот он. Взрывчатка, 50 шестерёнок, патронный для безревольвера и учебник. Ножи лучше, нож удерживает на два удара больше. Замечательно! Это просто вообще замечательно. Ножи наиболее расходовый материал у меня. Справочник по ножам, том 2, повышение надёжности ножей. Усиление. В условиях, когда нож является единственным, его прочность приобретает особое значение. Но каким образом повышается его прочность, непонятно. по-моему, нож либо прочный, либо непрочный. Зависит от стали, закалки, заточки и так далее. То есть, зависит от того, как нож изготовлен. Эй-эй-эй, поставь обратно. Так, давай только не твою шутку про братьев, а? Похоже, у неё одна шутка. Возможно, в оригинальной игре с оригинальным переводом шуток больше. Локализаторы просто не стали заморачиваться. Такое бывало. В Fallout, насколько я помню, так делали. Даже в переводе от 1С большую часть шуток убрали. Заменили одной. Да, да, я помню, я видел этот момент в трейлере. Не в трейлере, а в ролике. Ни хрена не помню, правда? Так, я вижу третьего. Потому что мы работаем тщательно. Давай уже закругляться, ладно? Ладно, пошли. Зараза, чуть не увидел меня. Так, ну и куда ты пойдёшь? Обидно, что я не могу таскать трупы. Ну, разве что я мог отвезти его в сторону и там придушить, да? Но, на мой взгляд, как бы оттащить труп это очень логично. В особенной ситуации Джоэла, когда скрытность очень важна. Странное, что-то за звуком творится. Я запомню, что ты жрачку заныкал. На мне не даешь. Отдохни. Отдохни. Следующий. Обшаривать будем потом, естественно. Сейчас, не до этого. Хотя, мне очень хочется. Меня манят эти предметы. Я хомяк. Кто-то ещё знатный. Люблю собирать, но не люблю тратить. Так. Главное, чтобы они не нашли труп, не забеспокоились. Тогда будет печалька. Эээ, похоже, я зашёл не туда. Немножко. Что-то под ногами хрустит. Мусор, видимо. Сколько их осталось? Блин, а здание приличных размеров, да? Один наверху. Как минимум один. И куда-то ещё вот здесь парень ушёл. Может быть, это он и есть? Поднялся по лестнице? А, нет. Вот он. Так. Он идёт к нам. Что-то он как-то медленно идёт. Эли совсем не палится. Блин, не иди сюда. Чтоб побыстрому его уложить. Ё-моё. Спокойно. Без комментариев, прошу. Ё-моё тебе. А здесь не подняться вообще. Понято. Идём к противоположной лестнице. Если она здесь есть. Да есть, конечно. Он же как-то поднялся. Так. Ясно. Охренеть, огромное место. Просто О-Х-Р-Е-Н-Е-Ть. Ну, целый отель. А вестибюль, где мы там лазили. Как они нас не заметили, интересно. Как они услышали. А, блин, и здесь лестница убита. Хлам. Чё ж такое-то? Ну, попробуем найти другую лестницу. Если они здесь есть, конечно. Не, ну как-то же он туда добрался. Значит, а мы можем. Так, ну ладно. Пока здесь никого нет. Давайте прошерстим ящички. О, как голь нет места. Так. 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 Ладно. здесь один отдыхает это что кирпич алкоголь пожалуйста переключи свое внимание на вот это вот что перед тобой лежит теперь обратно нет места понял в ванной уже складировали одежду так ну что на вот какое-то место возможно отсюда можно попасть наверх смайлик нет похоже отсюда мы никуда не попадем а че гоню господи ну и наблюдательность ты че ты громыхаешь так сортир сортир это выхода нет шкаф не похоже отсюда вообще нет выхода здесь кто-то спал конечно шкаф прям встроен в стену ну чтобы сюда лишний раз не возвращаться да давайте просто обшарим это место потом пойдем вниз или да ну не громыхай то так чё за нахрен кто там ходит никого не вижу а ее мое но и система нет места нет места просто по полной затарился всеми запчастями где у нас там дружок оставшийся или оставшиеся банка таблеток что жуть а уж выбрали легкий способ да это нелегко но для многих проще чем ждать щелкуна или охотника или резали себе вены это нелегко ну не будем их осуждать конечно да где ж ты бродишь серый волк не могу никакого выцепить я помню ходил то наверху ну-ка давайте дальность лук повысим же его эли ну ты аккуратнее будь что ты банками этим разбрасываешься Не, погоди Не будем шуметь Постараемся, по крайней мере, не шуметь И взял в руки дробовик Только не заходил Сука такая Ну ладно Ой, дробовик Не дробовик ты, короче Говномет просто Так Да ты чё Прям некуда Я могу назад пойти, а вы-то не можете Ещё я вас слышу Не понял У меня обойти, что ли, решил? Здесь нет обхода На! Ничего себе Вот тебе ничего себе Чтобы патроны не тратить, я просто вот так вот решил поступить Надеюсь, я тут пожар не устрою Сгорит ещё тут здание к фигам Он убежал Он там сидит Я тебя слышу Меня не скроешься Засранец А как он убежал? А? Давай, давай, давай Не прячься, мужик Не прячься Я же всё равно тебя найду И покараю Кто-то ещё, что ли? Я не понял А, точно Там ещё один стоит Ты мог бы потише Ну Я же понимаю, конечно Что мы Встревожили всех, но Можно было его придушить Просто-напросто Так, ребята Где-то там находятся В том направлении Наверное, напрямую к ним не пройти Вообще интересно, конечно Вот так вот продумывать Кого, как убрать Как обойти Особенно много, конечно Способов здесь нет Вот Но, тем не менее Можно как-то разнообразить себя Дымиться Паренёк дымится Мы его немножко Подкоптили Опачки Вот и он Да хоть меня стрелять Вот это я неудачно Конечно Я не думал, что здесь Не думал, что здесь есть обход Чё, ещё кто-то есть? Да заржа-за Ты как ты успеваешь-то, блин? Кусок Ещё, что ли, да? Началось О-о-о-о Что за хрень? Что за хрень? Я его сжёг Вот и вся хрень Не дам Ха-ха Размечтался Где он? Сзади! Сзади? Ты чё гонишь? Сзади Ни хрена себе Сзади Ох, Элли Чё ты блинкаешь? Всё, норм Ещё кто-то, что ли, здесь остался? Я думаю, я всех убил Ай, жопу вас Судя по всему, нам Очень долго придётся Обшаривать это место После того, как мы закончим с ребятами Я не знаю, где они, короче Захотят, сами придут Такой закоулок просто Вскрытый сейф Кто-то нас опередил Оставил только банку тушёнки Так, а теперь можно Немножко покрафтить Смотрите Рецептов-то здесь Раз-два Я обчёлся, по сути-то Точнее, не рецептов Я имею в виду Компонентов Лезвия, крепёж, тряпка Алкоголь, запчатка И сахар Всё Больше тут ничего нет Хорошо Есть подозрение, что мы либо всех убили Либо осталось буквально Ну да Эли стоит уже тупо на одном месте Поэтому мы всех убили Так Знаете, как я сделаю? Я сейчас буду очень долго И методично обшаривать Вот это вот помещение Вот Я просто ускорю ролик В несколько раз Если мы найдём что-то интересное Что заслуживает внимания Я вам покажу Если нет, то это всё быстро Мимо вас пролетит How many roads must a man walk down Before you call him a man How many seas must the white dove sail Before she sleeps in the sand Yes, and how many times must the cannonballs fly Before they're forever banned The answer, my friend, is blowing in the wind The answer is blowing in the wind Yes, and how many years can a mountain exist Yes, and how many years can a mountain exist Before they're allowed to be free Before they're allowed to be free Yes, and how many times can a man turn his head And pretend that he just doesn't see The answer, my friend, is blowing in the wind The answer is blowing in the wind Yes, and how many times must a man look up Before he can see the sky Before he can see the sky Yes, and how many years must one man have Before he can hear people cry Yes, and how many deaths will it take Till he knows that too many people have died The answer, my friend, is blowing in the wind The answer is blowing in the wind The answer is blowing in the wind Итак, уважаемые зрители Я закончил свой обход этого здания Оно действительно огромное Это явно отель был И вот, блин, честь и хвала Левел-дизайнерам Они очень детально проработали Все эти комнаты Все эти закоулки Они чуть-чуть доразличаются Несмотря на то, что отель Такой достаточно стандартного типа Все комнаты одинаковенькие Все равно в каждой что-то отличается В каждой что-то есть Но, насколько я могу судить Я обшарил эти два этажа первых Которые мы прошли с вами Собрал все, что там было В основном это были запчасти Немного патронов и тому подобное Ничего интересного там не было Поэтому вот так Я думаю, на этом месте мы завершим серию Наверх уже пойдем в следующий Взвещать третий И прочие этажи Что там у нас будет С вами был я, Ведьмак Большое спасибо за просмотр Подписывайтесь, комментируйте Оценивайте, приходите еще Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok